Всем привет, друзья! В этом видео хочу показать вам вот такой вот набор аксессуаров от МиниАрт. Это комплект строительных принадлежностей. В этом году МиниАрт нас радует огромным количеством гражданских аксессуаров. И вот этот набор один из ярких представителей такого сегмента. Коробку украшает яркий зрелищный и информативный бокс-арт от Владимира Бута. Здесь изображены все предметы, которые входят в набор. А также представлена сцена некого строящегося дома. Или, возможно, дома, который требует ремонта. Кстати говоря, очень здорово, что у МиниАрт есть множество моделей разрушенных зданий. И теперь, имея на руках такой набор, модели зданий могут заиграть совершенно новыми красками. То есть теперь вместо военных сцен на тех же самых декорациях можно изображать эпизоды строительства. В наборе присутствуют строительный помост, тачка, лестницы, кирпичи на палетах, куча битого кирпича, а также множество ручных инструментов. Масштаб набора, конечно же, 1 к 35. Рассмотрим коробочку со всех сторон. На одном из торцов расположены другие наборы МиниАрт. Один из них это продолжение строительной темы, бетономешалка с инструментами. Следующий это британские скатки и сумки. Очень здорово такой набор подойдет для танков М3 Ли и Грант. И последнее это 5-тонный кран с набором аксессуаров. Замечательный богатый набор. В комплект входят также топливные бочки и баллоны на тележке. Давайте теперь заглянем в коробку. Здесь у нас находится пакет с литниками, конверт с повторением, а также инструкция. С нее, пожалуй, и начнем обзор. На лицевой стороне инструкции повторяется бокс-арт и это очень здорово. Такие рисунки от Владимира не грехи сохранить. На обороте изображены те же самые предметы, но здесь уже подписаны их номера на литниках, а также номера цветов. Посмотрим поближе. Как видите, множество элементов не требует сборки, поэтому здесь они просто указаны. Например, это кирпичи, доски и ручной инструмент. Здесь же находится таблица с необходимыми цветами, в ней несколько популярных производителей, а также название цвета. Цвета подписаны на этой же схеме в синих квадратах. А белые крупные цифры в красных квадратах это, я так понимаю, собранные детали, которые мы уже увидим на самой инструкции. Схема сборки отпечатана четко и качественно, а также фототравление выделено желтым цветом. Очень здорово и удобно. В верхней части первой страницы раскладка деталей на литниках. Все хорошо читается, все узнается. Ниже начинается сборка и первый элемент это тачка. Похоже, это та самая тачка, которая использовалась в наборе с железнодорожными аксессуарами. Обзор на этот набор вы сможете найти на моем канале. Ниже два ведра, брус, тиски, далее собираются лестницы, палеты с кирпичами, ящик под инструменты, наковальня, рубанок, а также лобзик и пилы. Как раз вот лобзики пилы исполнены из фототравления. С таким материалом, конечно, они будут выглядеть очень реалистично. Из фототравления также дана рукоятка на тиски и ручки ведер. Вот такая вот простая и понятная инструкция. В принципе, здесь сложных элементов и нет. Ну а теперь перейдем к пластику, я распакую пакет за кадром и продолжим. Кстати, вот не первый раз замечаю, что мини-арт стягивает литники вот такими вот резиночками. Это очень удобно, поскольку литники не ерзаются и тем самым снижается риск поломки детали. Итак, переходим к разбору литников. Здесь их, как для набора аксессуаров, достаточно много. Первый – это один из двух одинаковых литников для сборки строительного помоста. Здесь у нас находятся доски, и мне так кажется, они намеренно выполнены немного неровно. Ну и, конечно же, на них имеется фактура дерева. Реалистично и качественно нанесена с обеих сторон. Доски здесь исполнены разной толщины. Вот эта вот самая узкая практически имеет квадратное сечение. Очень здорово, что на этих досках нет никаких посадочных мест, нет никаких креплений, и их можно использовать как по инструкции на помосте или же выполнить из них любой другой элемент диорамы. Одним словом, качественная универсальная деталь, которая дает свободу в творчестве. Далее опоры помоста. Также тонко и аккуратно отлиты. Еще одна поперечная дощечка с фактурой дерева. Здесь же строительный инструмент, прекрасно отлитый. И еще какая-то деталь. Возможно, еще одна поперечная перекладина. Следующий литник, это детали тачки. Две симметричные боковые части. Прекрасно тонко отлиты. И на одной доске здесь даже выполнена надпись. Далее доски. Они также имеют фактуру дерева. И здесь замечательно пролита расшивка. Фактура дерева нанесена с обеих сторон. И здесь также имеются отметины подгвозди. Одним словом, очень реалистично. Ну и далее несколько мелких деталей. Колесо, полуоси и перекладины. Все отлито прекрасно и без дефектов. Следующий литник, это набор инструментов. Здесь огромное количество мелких инструментов. Вот посмотрите, здесь наковальня, струбцина, ручная дрель, молотки, топор. Деталь ящика под инструменты. Газовая горелка, если не ошибаюсь. Она, кстати, отлита с помощью многоразъемной формы. Вот посмотрите, даже донышко здесь детализировано. Великолепно пролита мельчайшая детализация. Посмотрите, как здорово исполнены тиски. Далее ручки пилы, огромные гаечные ключи, масленка и ручка лобзика. Единственная неприятность во всем наборе, на этой ручке присутствует облой. Но я думаю, аккуратно можно от него избавиться. В остальном все инструменты отлиты очень тонко, качественно и детально. Детализация пролита с обеих сторон и большинство инструментов достаточно просто снять с литника и покрасить. Еще один готовый предмет в наборе это вот такие вот носилки. Исполнены на отдельном литнике единой деталью. Очень здорово, что снизу и сверху пролита фактура дерева. Доски выполнены очень реалистично. Между ними также исполнена расшивка. Ну а бортики в свою очередь тонкие и реалистичные. Следующий небольшой литник это ведра. В наборе здесь всего два разных ведра. Одно из них не требует сборки, но для другого нужно приклеить донышко. Оба ведра замечательно отлиты и имеют достаточно тонкий край. Следующий литник это большой деревянный брус. Он состоит из двух таких половинок и на нем также нанесена фактура дерева. Посмотрите, все также очень качественно и реалистично. Питатели сбоку подведены очень грамотно и они не упираются в эту самую фактуру. То есть подведены они как бы снизу. Так что рисунок дерева не испортится. Таких брусов в наборе два. Далее лестницы стремянки. Одна вот такая вот большая. На перекладинах пролита фактура дерева. Все ступеньки, все детали выполнены просто замечательно. Горизонтальная часть на стремянке также имеет фактуру дерева. А также на досках сымитированы гвозди. К лестнице подходит довольно много питателей. Но насколько я знаю пластик миниарт отделить не составит никакого труда. Следующая стремянка вот такая вот невысокая. Состоит из двух деталей. И здесь также все пролито без каких-либо нареканий. Замечательно исполнены ступеньки и продольные планки. Ну и наконец кирпичи. На трех одинаковых литниках кирпичи расположены вот так вот поштучно. Здесь находятся стройматериалы двух разных типов. Это с отверстиями и без отверстий. Ну а также присутствуют поломанные и поврежденные кирпичи. Смотрятся очень реалистично и достоверно. Есть половинки кирпичей. Есть просто покоцанные кирпичи с надбитыми углами. Ну а есть и целые. Так что таким образом можно очень убедительно создать сцену стройки. Ну и последний литник это палета с кирпичами. Она собирается из кирпичей не поштучно. А из таких вот нескольких деталей. Тем не менее посмотрите как здорово и неравномерно выполнена эта стопка кирпичей. Такое чувство как будто бы каждый кирпичик дан отдельно. Кирпичи смещены по глубине. Некоторые повернуты на небольшой угол. Одним словом все сделано максимально реалистично. Даже противоположные стенки палеты не одинаковые. Ну и здесь же находится деревянный настил на котором эти кирпичи располагаются. На нем пролита фактура дерева. Расшивка между досками. И конечно же этот эффект присутствует с обеих сторон. Здесь также очень здорово что нет каких либо посадочных мест. То есть эту палету можно использовать на свое усмотрение. Такая добротная имитация досок может пригодиться и для других идей. Ну а теперь по старой доброй традиции давайте что-нибудь соберем для примера. Таких палет кирпичей в наборе три штуки и одну мы сейчас склеим. Кстати вот к слову о свободе творчества. Из кирпичей можно соорудить и вот такую небольшую стенку вместо палеты. Все в ваших руках. Ну а я делаю по инструкции и вот что у меня получилось. Великолепно детализированная стопка кирпичей. И действительно такое впечатление будто бы она сложена из кирпичиков по отдельности. Такие вот неравномерные края и достаточно глубокие щели между кирпичами. После покраски это будет настоящее украшение диорамы или же замечательный груз в кузове. На полете кирпичи выглядят примерно таким вот образом. Занимают практически все пространство. Но напомню что на досках здесь сымитирована фактура. Так что мини-арт в очередной раз доказывает свое тщательное отношение к детализации. И еще собрал вот такую вот деревянную балку. Если не ошибаюсь точно такая же деталь в наборе железнодорожных аксессуаров играет роль шпалы. За счет того что деталь состоит из двух половинок она со всех сторон имеет фактуру дерева. Получается великолепный реалистичный деревянный брус. Итак друзья совершенно забыл про плату фототравления. Давайте посмотрим на нее поближе. Здесь находятся детали пилы, лобзика, а также рукоятка для тисков. Детали прекрасно и тонко исполнены. На двуручной пиле имеется имитация зубьев. Также вот на этих металлических пластинах сымитированы клепки. Замечательное дополнение для и без того высоко детализированного набора аксессуаров. Плата защищена с обеих сторон пленочкой. Так что риск потерять деталь при отделении минимален. И так друзья вот такой вот набор строительных аксессуаров предлагает компания MiniArt. И на мой взгляд это потрясающее дополнение для тех кто планирует собирать строительную технику или же диорану со сценой строительной площадки. Ну и кроме того многие элементы набора можно использовать и в других самых разных сюжетах. Сцены всегда оживляет наличие каких-либо инструментов, материалов или оборудования. Ну а здесь как видите выбор не маленький. Ну и на этом обзор я завершаю. Ставьте лайки если он был вам интересен. И обязательно подпишитесь на канал если еще не подписаны. Я благодарю вас за внимание. Всем пока и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok